Почти две сотни квартир перейдут военным пенсионерам по договору социального найма. Проблема с жильем бывших военных тянется не одно десятилетие. Многие по 15 лет жили в квартирах, которые считались служебными и не могли оформить их в собственность. Четыре года потребовалось, чтобы разработать механизм решения этого вопроса. Совместно работали правительство Севастополя и России, а также Совет Федерации. Подробнее расскажем в сюжете. Елена Яцук не смогла сдержать слез, уж очень сильные эмоции. Этого дня, рассказывать, ждали 13 лет. С момента, как муж мичмана Черноморского флота ушел в отставку. Трехкомнатная квартира, которую получили в доме на улице Юмашева, так и считалась служебной. И все это время ждали, когда же смогут оформить жилье в собственность. Как же так уйти на пенсию, отслужив на кораблях боевых, и вот так получить такую неопределенность с квартирой. На сегодняшний день мы рады. И муж мой рад, я ему только звонила. И я рада. И моя вся семья, детки и внучечки рады. И пусть все это быстрее идет. Пусть другие люди получают, чтобы они успели порадоваться, пожить. Семья Яцук в числе первых, кому вручили договоры соцнайма на бывшее военное жилье. Спасибо большое. Вам за терпение. Спасибо. И за помощь. Это совместную, вот такую результативную работу. Вам всем спасибо, дорогие люди. И мы говорим всем большое спасибо, потому что 2014 год нас вернул домой, а сегодня мы получили свои права, которые так долго ждали. История с квартирами военных пенсионеров в Севастополе тянется давно. И решить эту проблему было не так просто. Только за время украинского периода шесть раз менялся механизм выдачи квартир. А жилье находилось в федеральной собственности. Часть правительства Москвы, часть правительства Российской Федерации. Некоторые ждали это 14 лет. И благодаря жесткой, последовательной позиции губернатора города Дмитрия Владимировича Овсяникова, Куликова Валерия Владимировича и представителями Министерства обороны нам удалось выработать правовой механизм. Причем это достаточно сложный был процесс. Несколько лет искали решение, оно найдено. И уже первые результаты мы сегодня видим. Механизм найден. Из федеральной собственности это жилье передается Министерству обороны. А Минобороны уже в собственность Севастополя. И после этого правительство города вручает военным пенсионерам договоры социального найма. Сегодня таких квартир 197. Уже оформлены документы для 18 семей. Пять человек получили их на руки. Но обещают, что ни одну семью, оказавшуюся в такой ситуации, не оставят без внимания. До конца года мы, во всяком случае, себе ставим такую задачу, чтобы все 100% квартир бывших военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, которые здесь были, были переданы правительству города Севастополя. Квартиры выдаются на основании тех документов, которые семьи получали 5, 10, 13, 14, до 15 лет назад. Вот по тем основаниям будет закреплено. Теперь квартиры можно будет приватизировать и оформить в собственность. Чтобы ускорить и упростить процесс регистрации документов, в МФЦ на улице Героев Сталинграда открыли отдельное окно для оформления документов на квартиры бывших военных. Марина Кравцова, Илья Якушев, Информационный канал Севастополя. Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ТЭЛа Вооружённых сил нашей страны. Сергей Шойгу пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо Отечества. Памятную дату учредили в 2000 году. История ТЭЛа Вооружённых сил началась при Царепетре I, когда создали правианский приказ для снабжения армии продуктами. Как отметил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, ежедневно работники ТЭЛа должны накормить около 600 тысяч военнослужащих, ежегодно выдать 50 миллионов предметов военной формы, содержать более 5000 военных городков, а также поддерживать работу инженерных сетей по всей стране. Информационный канал Севастополя поздравляет военнослужащих и ветеранов с Днём ТЭЛа Вооружённых сил. А в свой первый пассажирский рейс сегодня отправилась комета 120М. Билеты были раскуплены на несколько дней вперёд. Навигацию кометы 30 июля запустил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Теперь поездка в Ялту по морю для севастопольцев займёт два часа. Где приобрести билеты и за сколько, расскажет наш корреспондент Юлия Ефремова. Руслан Коричук о том, что пустят рейсы кометы из Севастополя в Ялту, узнал ещё в декабре. Такой поездки ждали всей семьёй. Билеты мы купили последние. Ещё до начала открытия официальной продажи билетов их уже в продаже не было. Я приехал в офис утром и купил последние билеты. Три билета семейных и один билет оставался в вип-зону. В салон заходят самые первые. На комете идут до Ялты и обратно. Этой поездкой отмечают день рождения дочки. Заняли самые видовые места. Успел сесть у окна только в бизнес-классе Григорий Коробко. На комете уже ходил. Только в 80-х. Это тоже было в Севастополе. Ну это... Никакое сравнение не идёт. Это почти как самолёт. Мне всё равно первого числа нужно было ехать. Это здесь такое событие. То есть, впервые за, наверное, лет 40. Все пассажиры на месте. В салоне нет свободных мест. Матросы отвязывают швартовые канаты. Капитан уже у штурвала. Полный вперёд. В 8 часов утра. Строго по графику и без задержек. Новенькая комета. От причала Севморпорта отправилась в свой первый пассажирский рейс. Таких она будет совершать по 4 в день. Два из Севастополя в 8 и 14 часов. И два из Ялты в 11 и в 17 часов. Билеты раскуплены на несколько дней вперёд. Но на дальнейшие рейсы их можно приобрести в нескольких точках. В кассах Севморпорта, в офисе оператора Нанахимова, 15, а также онлайн. Только на сайте кометакрым.рф. При покупке билетов просьба приходить с документами. То есть, личность — это непосредственно паспорт. Если это ребёнок, то это свидетельство о рождении. Один паспорт — один билет. Документы брать с собой обязательно и при посадке на морской транспорт. А вот с билетами проще. Если вы их потеряли или забыли, можно показать в электронном виде. При покупке на мобильный телефон приходит СМС-сообщение, в котором зашифрованная в QR-код информация. Детский билет стоит 200 рублей, стандарт — 500. Поездка в классе «Комфорт» обойдётся подороже — 800 рублей. Есть в продаже и более выгодные предложения. Это двое взрослых и до трёх детей возрастом до 14 лет. Представляет собой тариф семейный. Цена меняется? Цена не меняется. Этот пакет стоит 1000 рублей. Такое предложение выгоднее автобусных билетов. К примеру, семьей с пяти человек поездка на автобусе также обойдётся около 1000 рублей. Только придётся отстоять длинную очередь в кассе автостанции и дождаться рейсового автобуса. А на Комете вы за два часа из центра Севастополя попадёте прямо в центр Ялты. А как полетать на Комете по морю, рассказали Юлия Ефремова, Андрей Тымчук, Михаил Волобоев, Андрей Глушенко. Информационный канал Севастополя. Хлебом и солью в Ялте встретили пассажиров кометы. А гостю, который первым сошёл на причал, вручили памятный подарок. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Челпанов. Он отметил, что все рады восстановлению такого удобного морского сообщения между Севастополем и Ялтой. Глава администрации уверен, что маршрут будет популярностью пользоваться и привлечёт в Крым ещё больше туристов. Алексей Челпанов и сам планирует проехать на комете до Севастополя. Далее о происшествиях. В садовом товариществе «Парус» в районе мыса Толсты произошло обрушение жилого участка. Сигнал от очевидцев поступил на пульт оперативного дежурного главного управления МЧС по Севастополю в понедельник около 16 часов. Сотрудники МЧС, полиции и центра гражданской защиты выдвинулись к месту происшествия. Туда же отправилась и наша съёмочная группа. Пляж Чкуевка. Это тёплое море и удивительный живописный ландшафт. В летний сезон сюда стекаются тысячи отдыхающих. Неудивительно, что в последнее время этот район стал активно застраиваться под жилые и гостевые дома. Но часто не все думают о правилах безопасности. И вот к чему это приводит. Этот жилой участок стал жертвой оползня, которому учёные присвоили имя и номер. Учкуевский 921. К счастью, обошлось без жертв. В пропасть обрушились две хозяйственные постройки. Жильцов аварийного участка пятерых взрослых и трёх детей эвакуировали спасатели Главного управления МЧС России по Севастополю. До сих пор сохраняется угроза обрушения жилого дома. Оползень продолжает расти. В ночь продолжилось обрушение грунта. И в данной ситуации уже активный оползень достиг. Это 22 участка парус садоводческого товарищества и 11 участков садоводческого товарищества лесовод. Соответственно, на 12 часов дня произвели оповещение всех проживающих и гостей, провели необходимое отселение. В случае необходимости правительство Севастополя готово предоставить временное жильё пострадавшим. Также на месте происшествия был развернут пункт управления МЧС и пункт оказания психологической помощи. Силами спасателей ведётся мониторинг с моря, а также с помощью беспилотников. В работе сотрудники МЧС задействовали 18 единиц техники. С утра специалисты Крымгеологии и Севприроднадзора провели обследование района. Оползень затронул 800 метров береговой линии, а его глубина достигает 100 метров. Оползень существует с незапамятных времён. Был очень активный до 2000 года. Потом потихоньку стабилизировался. Но он стабилизировался до поры до времени. Он находится, как у нас сейчас говорят, в стадии вялотекущей ползучести. То есть подвижки миллиметровые идут потихонечку. А вот то, что сейчас произошло, это рано или поздно должно было произойти. По мнению специалистов, оползню способствовали природные и техногенные причины. Кроме влияния дождей и морской воды, здесь возникла дополнительная нагрузка на склон в виде застроек. Вдобавок здесь отсутствует канализация, а также регулярно происходят поливы участков. Будем направлять соответствующие обращения в компетентные органы по использованию данных выделенных земель. Потому как садоводческие товарищества используются и как гостиницы. На определённых участках проживает до 15-20 человек. В 9 утра во вторник прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Севастополя. На нём рассмотрели вопросы первичного обеспечения безопасности жителей аварийного района. Решение по дальнейшим действиям будет принято на следующих заседаниях. Михаил Кумбров, Мария Буйлова, Александр Тарасенко, информационный канал Севастополя. В Севастополе стартовала международная евразийская школа «Севастополь-Россия-Мир». Её открыли на базе филиала МГУ на Константиновской батарее. Выступить с докладом и обменяться опытом сюда приехали руководители международных организаций. Дипломаты, общественные деятели, учёные, эксперты и молодёжь. Подробнее о мероприятии расскажет Катарина Вербицкая. Евразийская школа в Севастополе – новая площадка многостороннего взаимодействия молодёжи. Основные цели школы – содействие межнациональному и межкультурному общению в молодёжной среде, расширение международных связей и сотрудничества с представителями гражданского общества евразийского региона, а также создание мира и согласия народов России. Севастополь – это не только неприступная крепость на Чёрном море. Это великая история, глубокие тысячелетия традиций греческой, римской, византийской, тюркской и русской культур. Это придёт особое значение реализации проекта «Евразийская школа содружества и взаимопомощи. Севастополь. Россия. Мир». Участники школы – эксперты, учёные и общественные деятели. Они представят доклады на темы «Евразийские интеграционные процессы. Общественная дипломатия как механизм укрепления мира и преодоления санкций», а также рассмотрят проект «Молодая Евразия. Консолидация и продвижение молодёжных проектов на евразийском пространстве». Новая архитектура мировых экономических отношений сегодня зарождается в Евразийском экономическом союзе, где у нас чётко ограничен набор функций, которые мы передаём на наднациональный уровень. Мы исходим из добровольности, из поиска совместной выгоды в реализации общих проектов развития. И не пытаемся кому-то счёт навязать. Поддержку в реализации международного проекта оказывает губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. На летнем форуме подписали ряд соглашений о сотрудничестве между правительством Севастополя и общественной организацией Ассамблеи народов России. «Будущее принадлежит нашим детям. И то, как они будут сформированы, как они в каких условиях будут воспитаны, на каких ценностях, такое будущее и ожидает и наш евразийский континент, и целую нашу планету. Поэтому мы для себя, как организаторы, учредители, обозначили миссию Ассамблеи народов Евразии как формирование сознания, сознания, общего знания, сознания человека третьего тысячелетия основано на духовно-нравственных принципах». Международная евразийская школа продлится еще четыре дня. Участников форума ждет большая культурно-развлекательная программа, семинары, исторические квесты, игротехника и мастер-классы. Кроме того, на базе школы можно будет посетить интерактивную выставку продажу изделий народных промыслов и ремесел. Организаторы уверены, летняя площадка школы будет способствовать не только обмену творческим опытом молодежных движений, но и объединению регионов и государств. Катарина Вербицкая, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Севастопольские правоохранители контролируют безопасность летнего отдыха детей. Сотрудники и ветераны управления МВД навестили воспитанников в оздоровительном лагере Чайка. Ребятам рассказали о безопасности в интернете, влиянии наркотиков на организм и правильном поведении на дороге. Детям также показали образцы стрелкового оружия и специального снаряжения. Напомним, мероприятие провели в ходе акции «Безопасное лето». Ранее полицейские уже встречались с воспитанниками лагеря «Радость» и школьниками. Проверяют в Севастополе и строительство новых дошкольных учреждений. В ближайшее время в городе появятся три новых школы и три детских сада. Одно из учреждений начали строить на улице Шевченко в январе этого года. На днях на строительном участке побывали представители правительства Севастополя и ознакомились с ходом проведения работ. Подробнее расскажем в следующем сюжете. В марте этого года на улице Шевченко уже открыли новый детский сад «Акварель». Пятый микрорайон города динамично развивается и здесь постоянно увеличивается население. И поэтому приняли решение о строительстве еще одного детского сада. Рассчитан на 260 мест. Данный детский сад будет состоять из двух этажей. Это корпус, в котором будет каркасно-монолитное железобетонное. Внутренние перегородки из газобетона 100-200 миллиметров. Огрождающая конструкция наружной стены тоже газобетон 250. Финансируется строительство детского сада по федеральной целевой программе. Сумма контракта 193 миллиона рублей. Работу ведет подрядная организация из Москвы, у сотрудников которой уже есть опыт строительства таких учреждений в столице России. Гарантия на выполненные работы – 5 лет. Закончено полностью свайное поле, там в количестве 367 свай. Залита бетонная подготовка и уже последующий этап – это армирование ростверков. Монтируется опалубка, завтра мы планируем принимать первую часть бетона на ростверки. Работы проводятся согласно графику, с опережением даже могу сказать. Предусмотрено и благоустройство территории. Здесь сделают теневые навесы, 14 площадок для отдыха и две спортивные площадки. Высадят деревья, обустроят газоны и цветники. Будет озеленение, малые архитектурные формы и навесы для отдыха детей. На первом этаже корпуса, а также на втором, будут размещаться раздевалки, комнаты отдыха, места приема пищи детей, игровые зоны, медпункт. По проекту на втором этаже предусмотрены физкультурный и музыкальный зал, а также кабинет логопеда. Завершить строительство детского сада на улице Шевченко планируют в декабре 2019 года. Святослов Данилов, Андреевов, Конформационный канал Севастополя. А наш телеканал продолжает рассказывать о малоизвестных памятниках в проекте «Бережем историю». На этот раз наша съемочная группа отправилась в район Микензиевых гор. В том месте, где к трассе Севастополь-Симферополь примыкает дорога на северную сторону, находится памятник создателям инженерной обороны Севастополя. Об историческом объекте расскажет Елена Корнаухова. Восьмиметровый памятник создателям инженерной обороны Севастополя в 1941-1942 годах был установлен 30 октября 1976-го. Его автор – архитектор Валентин Михайлович Артюхов. Он разработал три генеральных плана Севастополя и восстанавливал город-герой после Великой Отечественной войны. Памятник посвящен инженерным войскам, которые в 1941-1942 годах сооружали оборонительные укрепления вокруг Севастополя. В 17 километрах от города находился передовой рубеж обороны. Он был разделен на четыре части, и там были созданы четыре мощных узла обороны. Внутренний рубеж обороны был шириной 3 километра. А вот тыловой рубеж обороны представлял из себя 19 километров противотанкового рва. В этих сооружениях было создано 75 артиллерийских долговременных огневых точек, 500 пулемётных дотов, больше 5000 окопов и 180 километров линий связи. И всё это было сделано в скальном грунте, на котором расположен Севастополь и его окрестности. Командовал инженерными войсками Аркадий Фёдорович Хренов. Он с 95-й строительной бригадой и 178-м инженерным батальоном устанавливал оборонительные сооружения вокруг нашего города. Специалисты Севнаследия каждые пять лет выезжают на место и проверяют состояние памятника. В целом состояние данного объекта хорошее. Никаких явных угроз к разрушению данному памятнику нет. Действительно, как территория объекта нуждается в каком-то наведении санитарного какого-то порядка, приведение его в надлежащее санитарное состояние, так в принципе объект находится в достаточно хорошем состоянии. В этом же месте, в нескольких метрах от памятника создателям инженерной обороны Севастополя, расположен ещё и ДОТ номер 10. Специалисты Севнаследия фотофиксируют все объекты, составляют итоговый акт, а после разрабатывают план мероприятий по сохранению исторических памятников. Елена Корноухова и Андрей Вовк. Информационный канал Севастополя. А в Аризоне буря накрыла город. Плотную пелену из песка и пыли было видно за несколько километров. Сильный ветер срывал рекламные конструкции и ломал деревья. С такими природными сюрпризами проходит сезон Мусона в штате с июля по сентябрь. Днём здесь жарко, а ночью могут быть заморозки. А в Севастополе заморозков не прогнозируют. 1 августа в Севастополе переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 22 до 25 градусов тепла. Днём 30-32 со знаком плюс. Это были все новости к этому часу. Ещё больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова